Где я убеждался в том, что, скажем, в ситуации нашей, она состоит в том, что мы, у нас нет цивилизации, мы не цивилизованы. Кстати, дружины примерно так же не цивилизованы, как и русские. И часто возникает желание вести какие-то рациональные изменения. И они вот на моем опыте так, во всяком случае, что упирались в действие этого закона, который я выражу так же. Ну, скажем так, русские не могут стать людьми, потому что они уже стали людьми. Так, как они стали, потому что в том, как они каковы, они выполнили доступность в пределах и любой другой. И мы тоже, кстати. Я просто по своему опыту сказал русский, а есть опыт у меня и другой, наш, собственный, грузинский. Уже реализовались мы. И вот это обладает такой инерцией, которая трудно подается изменению, и тем более не подается сознательному волевому изменению. Там что-то, какой-то органический процесс изменения рождаемых из органов должен происходить. Из реального синтеза и развития какой-то мускулатуры, а не извне. Извне любого действия упирается в то, что измененное, а я объяснял, что такое измененное. Измененное изменить уже очень трудно. Именно потому, что оно измененное. И здесь возникает проблема, так называемая, которую в психологии называют проблема identity. Это идентификация. То есть толщество с самим собой. Если оно достигнуто, то оно нерасторжимо. Его развязать, оно бы сцепилось каким-то огненным взрывом, слепилось. И развязать его, расцепить рациональными актами, невозможно. То, из-за чего я люблю, существует для меня через то, что я люблю. Ну, скажем так, упростокой оборот бывает. Если, говорит он, случилось так. Ну, по законам, которым мы будем еще раз, к которым мы будем обращаться. По законам кристаллизации есть такой термин упросток, который по французской традиции идет, ну, в основном от стендаля. Кристаллизация чувств. Так вот, если по законам кристаллизации и другим случилось так, что нежность открыта в мире через Альбертину, то потом, чтобы испытывать нежность, переживать нежность, а человеку есть потребность это переживать, потому что независимо от всего, и от предметов этой потребности, чтобы переживать нежность, должна быть Альбертина. А вот какова эта Альбертина? Вот она сам-сам демон, и испытывая нежность только через Альбертину, представляете, что со мной случится в жизни? Какой ад, какой бег ревности, который совершает герой нашего романа, он все время ревнует, он все время хочет установить, с кем и когда Альбертина ему изменяет. И самое страшное, когда он утверждается в мысли, что даже не с мужчинами у Альбертина ему изменяет, а еще хуже она, а лесбиянка, изменяет ему женщину. И вот этот вот инфернальный цикл разыскивания по всем точкам пространства и времени, где ты не можешь находиться, не можешь объять все точки пространства, как мы уже говорили, и времени. И ты бежишь, ну, если вы помните, есть такой в аду у Данте, есть образ бегущих, которые наказаны тем, что они все время должны бежать, сломя голову. Так вот, есть такой бег, внутренний бег, который страшнее нас изматывает, чем бег физкультурный, внешний бег. Так вот, сказал то, что я сейчас сказал, что измененное уже не подается изменению, прямому изменению, это бросает еще один свет на, ну, во-первых, на то, что я назвал то же, что самим собой. Ну, я вам приведу такой пример, значит, значит, только обратите внимание на одну вещь, что вот это вот преобразование эмпирического, то есть фактов, ну, или сорок, или каково оно реально, какие у него глаза, там, и так далее, ну, они преобразовались в луче воображения, в луче той точки, из которой сыну смотрел. А потом произошло отождествление, то есть своих, как я понимаю, своего достоинства высоких страстей, с предметом, через который эти высокие страсти мои реализуются, и тем самым реализуется достойное отношение меня к самому себе, к моему месту в мире, и так далее, и так далее. Это я назвал тождеством, или айдэнтити. И здесь ясно, что когда я говорил, что я сказал, что это продукт изменений, то есть, что в измененном мы имеем дело с тем, что не фактами рождено. То есть измененная Рахиль не рождена ведь ее свойствами, физическими свойствами. Физические свойства, как мы знаем, они просто плоский блин лица, который кубисты должны были вообще рисовать пустым. Значит, не фактами рождено. И вот мы должны сравнивать такой закон, что то, что в область того, что не рождено фактами, факты не проникают. Повторяю, в область того, что не фактами рождено, факты не проникают. Ну, например, факт, что в доме свидания я видел твою Рахиль, этот факт не проникает в область просто потому, что эта область не рождена фактами, поэтому факты туда не могут проникать. Она совсем о другом, та область. Хотя она вся накрывает факты. Он любит, а он Рахиль. Но это факт накрытый этой областью. Они сам по себе, область не рождена фактами. И повторяю, в область, которая фактами не рождена, факты не проникают. Ни факты ее родили, и ни факты ее убьют. Сколько хочешь говорить сыну, какова на самом деле, в кавычках, на самом деле Рахиль. Не проницаем. Значит, это я, как уже говорил с других сторон, это сингулярная точка индивидуального переживания, внутри которого я не только жив, то есть Сен-Лу не только жив, а еще и реализовал себя в своем человеческом достоинстве, в высоких критериях, отождествился. И вот это расцепить нельзя, как я сказал. Так я вот тысячу раз имел случай убедиться в том, что факты, сюда факты не проникают. Также, ну, вместо фактов можно сказать...